Уличная дорожная сеть личного транспорта в Санкт-Петербурге. 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 И оставить там куда мы ехали. И, так скажем, заинтересованное лицо, выйдя на улицу, видеть на смартфоне местоположение прежищащего велосипеда, соответственно подходим к нему, берём и до деталка оставляем в том месте, когда можно было добраться. На первой основе ведется работа по привлечению небюджетных источников финансирования. Удачной площадкой стал Петербургский экономический фонд. Было заключено два соглашения о намерении между Евразийским банковым развития и правительством Санкт-Петербурга об инвестировании в объекты магистрали с мостом через НИУ вдоль Финляндской железной дороги, в поле улиц Ваянцево-Зольное. Объем инвестиций не менее 150 миллиардов рублей. Соглашение о намерении между банком ВТБ капитала и правительством Санкт-Петербурга об инвестировании в этот объект не менее 110 миллиардов рублей. Также на экономическом форме было заключено соглашение о намерении между Евразийским банковым правительством о строительстве магистрали ИК-49 на участке от Приморского шоссе до развязки с западно-скоростных диагнозом со строительством перепроводной развязки через железнодорожные в числе Сестровецкого направления с подключением к Приморскому шоссе и строительство второй очереди Суздальского проспекта на сумму не менее 12 миллиардов рублей. Кратко о кадровой политике комитета. В 2017 году был проведен мониторинг отраслевого рынка труда с целью выявления потребления отраслевых предприятий, потребностей отраслевых предприятий специалистов, информация направлена в соответствующие органы власти для формирования контрольных цифр приема в образовательных учреждениях. Также в прошлом году было внедрено в деятельность отраслевых предприятий 76 профессиональных стандартов. Обеспечено проведение повышения квалификации 1847 работников отрасли. Это также новая работа, проводящаяся по инициативе юрист-убернатора Геннадьевича Албина. Очень важная и нужная работа, потому что регулирование кадров по отраслевому, как минимум, выполняет задачу регулирования численности кадров, в случае помогает регулировать учебные заведения города. Воспитанию молодежи выделяем отдельное внимание как на федеральном уровне, так и у нас в городе. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с УЗА и среднем учебном заведении организовано прохождение производственной практики 536 студентов профильных образовательных организаций. Организована работа 10 студенческих строительных отрядов летней трудовой семейства. Проведены лекции и обзорные экскурсии для студентов, школьников, на предприятиях и строящихся объектов транспортной инфраструктуры города. В социальных сетях на поддержке комитета стартовал проект «Смотри в оба», направленный на воспитание подготовленной активности среди подрастающих поколений и уважительного отношения к родному городу. Началось формирование отраслевого кадрового резерва, в котором в 2017 году включил в себя более 100 человек. А также возрожден институт наставничества, в ряды которого в 2017 году вошли 350 человек. В рамках сотрудничества с ВУЗами разработаны и утверждены планы работы на 2018 год с рядом образованием учреждений города. Санкт-Петербургской архитектурно-строительной университетной университетной будет сообщение политехническим университетам, горным университетам и Северо-Западным институтам управления Российской академии народного хозяйства и государственных студентов и президентам Российской Федерации. Мы, наши представители комитета, выступаем перед студентами, с лекциями. Живой интерес у студентов ВУЗов к этим лекциям. То есть, она сущена проблема города, перспектива развития транспортного каркаса. Но в генеральном плане очень много вопросов, живая заинтересованность. И считаю, что нужно расширять список людей, выступающих перед студентами нашего блока. По-прежнему остаются важными темы импортозамещения и патентного производства. По итогам 2016 года при исполнении комитетов и подведомственными учреждениями действующих контрактов и договоров доля используемой импортной продукции составило всего 0,11%. Ценовом эквиваленте всего 238 миллионов рублей от общей суммы действующих государственных контрактов. В целях популяризации инновационной деятельности на территории города комитета совместно с подведомственными учреждениями выступил организатор Международного инновационного конкурса «Инновации в городской среде», а также второй практической конференции от импортозамещения к инновациям экономики знаний, которая состоялась 21 сентября 2017 года в рамках 10-го Санкт-Петербургского международного инновационного конкурса.